Открывая совещание с главами поселений, Алексей Валов проанализировал выполнение задач, находящихся на постоянном контроле. К числу таковых, безусловно, относится строительство двух школ. В микрорайоне Солнечный работы идут с опережением графика. На стройплощадке пристройки на 275 мест в Медвежьих озерах темпы возвращаются в график. На этой неделе ждут поставку плит перекрытий цокольного этажа, доложил зам по строительству Никита Никулин. Сроки сжаты, поэтому будем держать на ручном сопровождении. Каждый день, Никит, сам. Каждый день, Никит. Субботом комиссионно вылезет. Район из года в год успешно выполняет закон об обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году на очереди 11 человек. Для приобретения им квартир выделено 29,4 миллиона рублей. Семеро ребят получат квартиру уже в июле, остальные по достижении совершеннолетия. Обсудили на совещании вопросы ЖКХ. В частности, говорили о модернизации городских инженерных сетей. Коммунальные службы приступили к реконструкции тепловой магистрали по улице Комсомольская. Замена 570 метров будет проведена во время профилактического останова котельной. Продолжаются работы в рамках губернаторской программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Параллельно формируется план на следующий год. До конца месяца первые 20 контейнерных площадок должны заработать в тестовом режиме по системе раздельного сбора мусора. Оборудование закуплено. Один из вопросов, который рассматривали на оперативном совещании – выполнение программы ремонта подъездов. Общерайонный план был уменьшен в связи с изменениями границ муниципальных образований. Свою работу специалисты районной отрасли ЖКХ выполняют в соответствии с уточненным графиком. По данным зама главы администрации Натальи Ефимченко, 209 подъездов уже закончено. 35 будут сданы в ближайшие дни. Все замечания перед приемкой управляющие компании совместно с подрядчиками стараются оперативно устранять. Сейчас у нас самый пик работы по ремонту подъездов. В этом году мы должны сделать 778 подъездов. К 1 июля мы готовы 257 подъездов принять, конечно, с помощью жителей, с помощью технадзора. На прошлой неделе уже начали работать комиссии по приемке подъездов вместе с управляющими организациями. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».